Всем привет! С вами снова Вадим, и сегодня мы поговорим о перспективе. После этого видео я надеюсь, что ваши рисунки станут заметно лучше. Начнем с одноточечной перспективы. Для этого проведем линию горизонта, аккуратненько, отметим здесь точку схода и нарисуем какой-нибудь куб. Небольшой, например, здесь. То есть у нас образовалось 4 вершинки квадрата, и с каждой вершинки мы опускаем линию в точку схода. Отмечаем длину следующей грани куба, проводим перпендикулярную прямую к линии горизонта. У нас получаются несколько точек пересечения, в данном случае одна точка, вторая точка. Из этой нижней точки мы можем провести параллельную линию линии горизонта, в том числе здесь то же самое. У нас образуются две точки пересечения, которые мы перпендикулярно к линии горизонта соединяем. Все, куб готов. Но теперь с точки зрения перспективы нам нужно показать ближнюю часть объекта. В данном случае вот эту квадратную грань. Здесь ее я выделяю жирненьким. И самое главное, из вершинок я провожу такие линии, которые начинаются жирно, но затем усилие сводится на нет. Чуть-чуть усилию вот здесь вот задней грани, чтобы подчеркнуть все-таки объект на фоне вспомогательных линий. Но главное, что здесь нужно показать, это именно перспективность ближайшего плана объекта, в данном случае вот этой грани и линии, которые уходят туда, в горизонт. Вот таким образом. Также можно показывать перспективность тоном. То есть ближайший к нам тон темнее, дальше, соответственно, наслабевает. Второе. Двухточечная перспектива. То же самое. Рисуем линию горизонта, но здесь делаем две точки схода и начинаем не с грани, как мы делали с вами в одноточной перспективе, а с линии. То есть проводим перпендикулярную линию к линии горизонта, например, здесь. Отмечаем длину точками, к примеру. И можно ее сразу пожирнее сделать. И из каждой точки проводим линию в точку схода. Раз. Два. То же самое с этой стороны. Раз. Два. Немножко криво. Сейчас, секундочку. Вот так. Теперь отмечаем длину куба, например, какой он будет, допустим, здесь. С этой стороны здесь. Делаем параллельные прямые этой грани, либо перпендикулярные к линии горизонта. Можно таким образом. Вот так. И у нас сразу образовалось несколько точек пересечения. Из каждой точки мы теперь должны провести дополнительные линии в точке схода. Значит, из левой части мы проводим вправо. Вот так. Из правой части куба мы проводим в левую точку схода. Сюда. И сюда. У нас образовалось с вами две точки пересечения. Раз. Два. Это, соответственно, грань куба, которая будет невидимой за этой частью. Теперь, чтобы показать перспективность, перспективу именно этого куба, развернутого по двухточечной перспективе, нам нужно еще разочек подчеркнуть данную грань, которая находится ближе к нам. Именно поэтому мы делаем ее жирным и детализированным. И уходящие линии в горизонт. И здесь то же самое. Для тренировки даже можно так и сделать. То есть здесь я немножечко усилю линии для всего куба, чтобы уделить их на фоне вспомогательных линий. Но если вспомогательные линии вы сделаете тонкими-тонкими, то у вас как раз и будет нужный результат. Если же я сделаю их здесь сильно тонкими, вы не увидите мои линии построения. Вот такой у нас должен получиться результат. Ближайший к нам грань, соответственно, находится ближе к нам и ярче. Ярче, детализирование и четче. Все остальное, все, что уходит в линию горизонта, сводится на нет. Так, ну и самое интересное, трехточечная перспектива. В данном случае мы проводим тоже самое линию горизонта. Показываем две точки схода. Раз, два. И третью точку, например, здесь. Начинается все с точки. Одна, единственная точка. Из этой точки мы проводим линии вспомогательные, линии в точке схода. Отмечаем длину нашего куба. Например, здесь, здесь, здесь. К примеру. И из каждой точки теперь проводим те же самые вспомогательные линии в точке схода. Все просто. Как видите, куб практически готов. Теперь, что у нас есть? У нас есть данная точка при сечении, здесь точка при сечении. Из них мы тоже запустим линии в точке схода. Сюда. И сюда. Образовалась раз линия, точка при сечении, и тут точка при сечении. Соответственно, если мы соединим их, они должны попасть в нашу точку схода. Как видите, все совпало. Теперь я выделяю свой куб на фоне вспомогательных линий. Вот так. И теперь ключевой момент. Чтобы показать мне перспективность данного рисунка, мне нужно из моей ближайшей ко мне точки сделать жирненькими линии и сводить их на нет в ту сторону, куда они уходят в горизонт. То же самое можно опять же сделать штриховкой, как мы делали с вами здесь. К примеру, в двухточечной перспективе как это может быть? Это может быть сведение на нет. Допустим, да? Вот грань, основная грань здесь вот такая. Дальше идет, соответственно, рельховка и она сводится на нет. То же самое здесь. Грани могут быть темнее здесь и уходить на нет. Темнее здесь и уходить на нет. Дальше, соответственно, с этим кубом вы можете делать уже все, что угодно, но в голове держать вот эту схему. Данный угол у вас ближайший к вам. Соответственно, все детали, все контрасты должны быть в первую очередь здесь. Все остальное, все, что уводится в сторону горизонта, сводится на нет. И с этим кубом вы дальше уже можете продолжать просто разные построения. Например, там построить тот же самый домик, да? То есть, допустим, выделили серединки данных ребер у куба, провели вспомогательные линии, к примеру. дальше, что у нас тут есть. Допустим, высоту крыши мы можем сделать, определив ее длину. Провели саму линию. Знаем теперь, что у нас вот эта точка, она ближайшая к нам, значит, мы должны провести эту линию четче детализирований, темнее. Все остальное, соответственно, у нас будет уже с тонкими линиями. Опять же, точку посещения крыши, высоту крыши мы получили, нужно добавить ее в вспомогательные линии, в точку схода. Здесь у нас линия вспомогательная уже есть, образовалась точка пересечения, и сразу крышу можно завершить в эту сторону, в эту сторону. Если мы немножечко выделим это на фоне вспомогательных линий, получится такой простенький домик, построенный с учетом трех точечной перспективы. Дальше, соответственно, внутри этого домика уже можно продолжать строить различные объекты, будь то окошко и так далее, тем более вспомогательные линии уже есть, есть представление о том, как строить правильным образом, и получается домик, построенный по всем правилам. при этом, опять же, в голове вы держите вот эту схему, что весь центр у вас здесь находится. Основное внимание зрителя здесь, потому что оно ближайшее, здесь оно ближайшее. Итого, все, что вам требуется, это запомнить три основных вещи. Первое, это квадрат, второе, это линия или ребро, и третье, это точка. Итого, ребро, точнее, грань, грань у нас используется в одноточечной перспективе, линия или ребро в двухточечной и точка в трехточечной. То есть, это те вещи, которые должны выделять ваш объект, построенный по законам перспективы, будь то одноточечная, двухточечная или трехточечная. Поэтому попрактикуйтесь под конец домам портзадания. Попробуйте построить тот же самый куб, но, например, где-нибудь сверху, допустим, над линией горизонта, то же самое в двухточечной перспективе над линией горизонта. Ну и самое интересное, попробуйте построить объект на линии горизонта. Тот же самый домик или, например, любой куб именно в трехточечной перспективе, но чтобы он находился на линии горизонта. Будет очень интересно посмотреть, что у вас получилось. Результаты можете выкладывать в моем Дзен-канале. В комментариях можно прикладывать не только текст, но и картинки. Ссылочка, соответственно, на Дзен-канал будет под этим видео. Выкладывайте, будет интересно посмотреть. На этом у меня все. Всем пока. Пока.